шалом здравствуйте мы продолжаем наши уроки по шломбайт и сегодня у нас замечательная важная тема это как ссориться и как мириться конфликты ссоры в книжке это называется великие битвы как не уцелеть у нас есть несколько проблем относительно того что касается ссор конфликтов и тому подобного самая большая на мой взгляд проблема заключается в том что когда говоришь с людьми до свадьбы когда говоришь с молодой парой в начале семейной жизни самом начале то то как они себе представляют как должна выглядеть их семейная жизнь это такой конечно чудный чудная картинка милая замечательная никаким ссором и конфликтом там вообще места нет соответственно как только они сталкиваются с нормальной семейной жизнью нормальная семейная жизнь заключается в том что два совершенно разных человека мы об этом все время говорим и все время на этом останавливаемся два абсолютно разных человека мужчина и женщина разные ментальности разные семьи разные привычки разные представления жизни причем никто пока не начнет по-настоящему жить вместе причем жить вместе именно как муж и жена что люди которые живут вместе просто для эксперимента там или на неженатые все равно это есть очень много попыток объяснить это в ней в давней религиозной психологии огромное количество попыток объяснить потому что теоретически должно было бы быть вот люди пожили вместе несколько лет познакомились друг с другом и решили жениться должно было бы дать сделать брак более крепким статистически в случае американская статистика что люди которые жили вместе два года и больше после брака процент разводов у них там есть несколько разных статистик но чуть ли не до 40 процентов выше чем у пары которые не жила вместе и это казалось бы нелогично ну как же но они же познакомились но они же уже знают не даже вместе жили это не работает пока мы не живем вместе вот с этой дурацкой печатью или как это не назови вот этим самым кольцом с этой самой внутренней уверенностью что шаг сделан что да это уже моя семья что вот это уже всерьез и надолго и вдруг мы отпускаем себя и вдруг мы перестаем притворяться и вдруг нам нам нужно то место где мы будем настоящая я такая как мне удобно и очень интересно оказывается посмотреть вот это и настоящая я такой как мне удобно сколько места она занимает дома и сколько ставай оставляет кому-то еще и мы входим в семью два абсолютно разных человека которым для начала нужно вообще научиться немножко двигаться и давать второму место в том как эта семья будет проистекать это самые 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 простые глупости я привожу в книжке какие-то примеры специально очень очень мелкие потому что это примеры которые меня в каком-то смысле потрясли когда я вижу двух людей и оба взрослые и оба плюс минус 40 и оба с жизненным опытом и оба действительно уже наелись одиночество и наелись в этой жизни без пары и они в течение двух месяцев разводятся потому что они не смогли договориться с какой стороны полки ставить книжки честное слово честное слово реальный пример они женились приехали в квартиру одного из них там была целая теория про эту полку еще как из этой полки теория заключалась в том что значит там книжный шкаф был ее и ее теория заключалась в том что книги должны стоять на привычном месте это очень важно что она так привыкла ей это удобно но она же не жадина говядина подвинула их в право потому что ей так удобно теории его заключалась в том что мужчину надо уважать и если она подвинула их вправо а не влево это в принципе показывает как глубоко она его не уважает Это не смешно Они развелись Они дальше не пошли Два месяца развод Теперь Конечно, мне очень хочется думать Про то, что там были какие-то Глубокие И у меня есть целая теория, чтобы это объяснить Потому что очень тяжело жить дальше С ощущением, что люди разводятся из-за такого Я могу вам, да Целую теорию объяснить Почему этот развод был ему необходим Почему этот развод был ей необходим Все, что угодно Но то, о чем они говорили Их нельзя было с этого сдвинуть То, о чем они говорили И невозможно было с ними Не получалось их вывести ни на какую другую тему Ни про прошлое Ни про настоящее, ни про детей Ни про отношения, ни про интимность Ни про что Пока она не поставит к ней слева Почему я должна менять свои привычки Он считал, что это символ Уважение к мужчине Они спросили Если бы она спросила Какую сторону Скажем Знаете Тут можно кучу всего объяснить Да если даже совсем-совсем идти примитивно То махлой, да То спор был в том Кто будет контролировать И кто будет решать И ни один не был готов попку подвинуть Спор был в том Кто будет контролировать И кто будет решать И люди привыкли Каждые из них привыкли Жить той жизнью Которой они привыкли жить Привыкли занимать в своей жизни То место Которое они привыкли занимать И от одной ужасной мысли Что привычки придется менять Я помню Я вхожу в комнату К трехлетней дочке Она лежит ковыряет в носу Я говорю Солнышко, нельзя ковырять в носу Она на меня смотрит И говорит Мама, я уже привыкла Дело не в том Она мне объясняет Делать нечего Поезд ушел Я уже привыкла Если человек в три года ощущает Что я привыкла Это ответ И я привыкла Это объяснение Во всяком случае для нее самой После там сорока восьми раз Когда разные взрослые люди Ей будут говорить Что привычка Это наоборот Надо бороться Тра-ля-ля Бу-бу-бу Она не будет-то вслух говорить Она будет этому подбирать Красивые имена Уважение Оставаться это будет все На уровне трех лет Я привыкла Не трогайте меня Если человек Неважно в чем Я хочу сказать Что когда люди женятся Они даже представить себя Не могут Для чего именно Они будут конфликтовать Представить не могут Они от себя ожидают Что конфликт будет Я не знаю Какой-нибудь очень духовной теме А в итоге конфликт будет Как именно выкручивать Или выжимать зубную пасту И это не Я хочу сказать Это всегда так просто У меня был случай Что молодая пара Страшно конфликтовала Закрывать или открывать окно Они пришли Что вот у них такая проблема Что ему ужасно холодно Он очень мерзнет И она требует Серьез открыть окно А она дышать не может А потом выяснилось Что она беременная А у него Бедолага Он Заболел Там махала И загорел То есть к моменту Что она родила Он умер И когда он говорил Что он задыхается Он действительно задыхал То есть когда Что ему холодно Его действительно Занобило По-настоящему Он не пережил Эти 9 месяцев А когда она говорила Что ей дышать нечем Я честно задыхала У нее был начало Первая беременность Начала Он правда задыхал И все было совершенно Правда У тебя звучало Это Ребята Давайте компромисс На самом деле Я это к чему говорю Я это говорю К тому что Я вообще считаю Что нет маленьких причин И нет больших причин Я очень уважаю Ссоры Я очень уважаю Споры По двум главным причинам Первая Раф Симхакойн Он приводил такой пример Что представьте себе Человека Который хочет Купить новую машину И он Все друзья Ему что-то советуют Такой принцип При покупке машины Такой принцип Такой принцип Он решил Что он будет оригинальным Он будет думать Своей головой Он подумал Своей головой И додумался Это следующая вещь Замечательно додумался Додумался он так Что Если машина Легко ломается Это не та машина Что ему нужна Ему нужна Надежная машина Которая будет ездить И не ломаться Если машина Много ломается Значит у нее Много массахов Этих Как по-русски массах? А? Не, массах Массахим Ну там где чинят машины? Мусах Как это по-русски? Гараж Гараж У нее много специальных Специализированных Гаражей Для этой фирмы машины Значит нужно найти Такую машину Такую марку машины Которой вообще Ее невозможно починить То есть нет ни одного Мусаха Нет ни одного Гаража Которой эта машина Занимается Потому что По его Глубоко профессиональной Логике Если Она не ломается То ее не нужно чинить Если нет Мусахим Который ее чинит Значит чинить ее не нужно Чина никогда не ломается Он долго искал Нашел себе машину Именно такой фирмы И можно представить Сколько радости Он с ней обрел Если ее Невозможно починить Потому что Думать Что машина Не сломается Это Очень оптимистично Если она едет Если она работает Если ей пользоваться Это значит Что она тоже Должна где-то там Ломаться Ну просто Потому что Мы этим пользуемся То чем пользуются Оно не бывает Что он ровненько И без проблем Но не бывает так Ни одна вещь Которой мы реально Пользуемся Не может быть Что она не будет Делать нам Каких-то Проблем Если у меня есть Дома какая-то штука Которая мне Совершенно не нужна Она в углу Где-то заброшена Я вообще Ей не пользуюсь Наверное Она не ломается Но все Чем я по-настоящему Пользуюсь Должно Где-то там Что-то там Поменять нужно Чинить нужно Это нормально Мы живем В мире Таком Одноразовом Мы привыкаем Очень быстро К тому Что ничего Чинить не нужно Никто давным-давно Не чинит Одежду Никто давным-давно Не чинит Там Технику Дешевле Новое купить Посуды Тоже Одноразовые Отношения Какие-то Пластмассовые Мы Мы привыкли Жить в таком Одноразовом Мире Легче выкинуть Чем Приложить усилия И мы Вот этого же Ждем Но в настоящем Так не работает Но в настоящем Так не работает Я слышала Наураву Который сказал Что главная Проблема Современной Семьи Это Что помойные Ведра Очень большие Помните Я не знаю Кто помнит Часть из вас Точно помнит Я помню Я была маленькая Помойки На уличной Помойке Были такие Небольшие Потом Выкинуть Выкинуть Новое Купить Понятно Что это На нас Влияет Понятно Что это На нас Влияет То есть Другими словами Одна из вещей По поводу которых Я очень уважаю Споры Очень уважаю Конфликты Что споры Конфликты Показывают Что это Что-то Настоящее Что-то Чем занимаются Это что-то Где два Живых Человека Действительно Присутствуют Второе Это На самом деле Похоже на первое Приходит Семья И Например Я их спрашиваю Как вы ссоритесь И они говорят Зачем Интеллигентные Люди Не ссорятся Это Очень страшно Если Очень упростить Идею То любая Семья Она живет Ну как Любое Живое В природе Семья Живет На каком-то Количестве Энергии Для того Чтобы Семья Существовать Нужно Какое-то Количество Энергии На которой Оно Живет На котором Оно Существует Если У этих Людей Даже Нет Энергии Поссориться То На что Вообще У них Там Есть Друг С Другом Энергия Если У них Даже Нет Энергии Поспорить Я Не Хочу Прозвучать Что Я Великий Адепт Сор Скандалов Я Не Хочу Сказать Товарищи Вернетесь Домой Поделитесь Покажите Свою Патию Покажите Что Вам Не Все Равно Но На самом деле Споры И конфликты Да Показывают Что Люди Мне Все Равно Да Показывают Что Мне Здесь Болит Что Мне Здесь Важно Что Это Именно То Место Куда Я Вкладываю Себя Куда Я Вкладываю Свою Душу Куда Я Вкладываю То Что Мне Действительно Важно На самом деле Любой Ребенок Понимает Что Если Его Родители Бабушки Дедушки Действительно Любят То Иногда Они Обидятся Иногда Они Расстроятся Иногда Они Поругаются Иногда Они Накажут Вспомните Себя В детстве Если Долго Долго Ничего Не Происходит И Долго Долго Мама Такая Отстраненная Спокойная Точно Знаю Что 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 Не То Точно Знаю Что Что Происходит Не То Никто Из Нас Не Хочет В Близких Отношениях Отстраненности Поэтому На самом Деле Я Как Семейный Который Работает Семьями Намного Больше Боюсь Семьи В которой Все Очень Тихо Спокойно И плевать Чем Семьи В которой Даже Очень Яростные Конфликты Научить Людей Свои Эмоции Использовать Более Благотворно На пользу Семьи В мирных Целях Значительно Легче Чем Разбудить В людях Желание По-настоящему Присутствовать В своей Своей Собственной Семейной Жизни Есть Разные Есть Разные Определения Что такое Сорт Что такое Спорт Я в книжке Те кто читали Извините Привожу историю Классическую историю Про мужа и жену Что муж как-то возвращался С работы У них во дворе стояло Огромное толстое дерево Он увидел Что в этом дереве Забито куча Огромных Гвоздей И Он пришел домой Такой весь Возмущенный Говорит У нас во дворике Дети хулиганье Живут Портят Несчастное дерево Забивают в него Гвозди А что жена Говорит Знаешь Это не дети Это я И она ему сказала Что Она вот так Научена Что когда он Ее обижает Когда он Ее кричит Она ему Сама по себе Не отвечает Она почувствует В какой-то момент Что это вся энергия Что она молчит И молчит И молчит Скоро Она просто Убьет Кого-нибудь И она каждый раз Когда ее переполняет Идет К этому Огромному Твердому дереву И забивает Туда гвоздь Чтобы как-то Дать выход энергии И мужа Это так проняло Так его это тронуло Что он Пошел И они начали Как-то работать Над своей семейной жизнью Начали С кем-то работать Чем-то как-то так Серьезно заниматься И каждый раз Что ему казалось Что они переходят С уровня на уровень Каждый раз Что Ему казалось Что они что-то сделали Чего-то добились Он шел С женой И торжественно Доставал из дерева Гвоздь Каждый раз шел Торжественно Доставал гвоздь И Пришел прекрасный день Когда он взял жену за руку Подавел к дереву И сказал Смотри Ни одного гвоздя Не осталось Потому что Жена ему сказала Гвоздей Не осталось Дырки Остались Есть огромная разница Что именно мы делаем Есть огромная разница Мы Скажем так Ссоримся Или спорим Мы обсуждаем Или обижаем Помните все Что мы говорили По поводу общения Как главный вопрос В общении Ради чего Я в это общение Вхожу Я вхожу в общение Чтобы выплеснуть Чтобы высказать все Что накипело Или я хожу в общение Потому что у меня есть Какая-то цель И еще в идеале Я помню Что конечная цель Любого общения Это кешер Помните мы говорили Тикшор Это слово кешер Общение Это слово общее Что конечная цель Любого общения Включая спор Включая конфликт Любое общение В конечном итоге Должно привести К тому Что мы станем ближе И это очень логично Если у меня одно мнение У мужа другое мнение Или у меня одно мнение У ребенка другое мнение Неважно У меня одно мнение У близкого человека Другое мнение И мы так и будем С этими двумя Разными мнениями Параллельно существовать То хотя сверху Будет тишь Благодать Как это Тишь, гладь И благодать Хотя сверху Это будет все выглядеть Очень спокойно Мирно и тихо На самом деле Это будет нас только Разводить дальше и дальше Друг о друг На самом деле Мы не будем близкими И в таком случае Спор Обсуждение С эмоциями С тем Чтобы показать Что мне это важно С тем Чтобы показать Что я хочу К чему-то прийти Что я не готов Жить вот так Вот На разных полюсах Что я да Хочу Чтобы мы были вместе Чтобы мы выработали Какую-то систему При которой Два разных человека С разными Точками Точками зрения С разными Ощущениями Могли Выработать Что-то общее Вместе Теперь здесь Очень важно Понять Что в идеале Настоящая пара Не должна Одинаково думать Одинаково чувствовать И иметь Одинаковое мнение Мне страшно Подумать Я слава богу Никогда не считала Сколько раз Я слышала от людей Что в нормальной ситуации В нормальной семье Конечно Должно быть Одно мнение У мужа и жены Причем Тот кто это говорит Тоже точно знает Чье именно это мнение Чье одно мнение Обязательно должно быть В семье И что любое Другое мнение Причем Я видела людей Которые другое мнение Воспринимают Как предательство Я видела людей Которые другое мнение Воспринимают Как унижение Я видела людей Которые другое мнение Воспринимают Как ложь Как неблагодарность Эмоции Которые поднимаются У человека От того Что второй думает Не так как он Бывают очень тяжелые При всей тяжести Этих эмоций Это все темы Для разговора Это все темы Для взаимопонимания Это все темы Для того Чтобы как-то С этим поработать, но очень важно понимать, в нормальной ситуации два разных человека должны спорить. В здоровой семье два разных человека обязаны иметь разную точку зрения. Это самое... Дед во Всевышний нас делал двое. Это не абсолютный ответ, потому что на самом деле сами с собой мы тоже спорим. Даже сами с собой мы спорим. Даже сами с собой мы не всегда спорим. Даже сами с собой мы периодически переживаем вот это вот ощущение, когда так, а может так, как я могла. Нет, именно так было надо. Мы даже сами с собой не в таких мирных отношениях однозначно. Сколько раз за сегодняшний, вот только за сегодняшний день у вас было ощущение, что сомневаетесь вы что-то в мнении вот этой самой себя? А когда это два разных человека, и не просто два разных человека, а ещё и мужчины и женщины. Зачем Всевышний нас изначально в пару свёл? Я тоже в книжке привожу Мидраж. Я извиняюсь за то, что я повторяюсь. Во-первых, я точно знаю, что не все это читали. А во-вторых, там действительно она построена на каких-то очень важных материалах, которые мне жалко пропустить. Я привела тут Мидр Шраба. Мидр Шраба приводит историю про то, как Ноах в Таева во время потопа, до потопа заводил каждой твари по паре. И Мидра Шраба рассказывает историю, что прибежала, когда уже дождь доходит высоко, и понятно, что все тонут, прибегает на Таева от Ноах ложь, обман. И говорит, Ноах, возьми меня. Ноах говорит, нет, не возьму. Я тебя в новый мир не возьму. Почему, говорит, ложь? Говорит, Ноах, потому что ты одна, а я беру только парами. Идет печальная несчастная ложь по берегу, и вдруг видит, навстречу идет предательство. Ложь говорит, предательство, женись на мне, спасемся. Быстренько-быстренько женились, расписались, купу поставили, бегом, прибегают к Ноаху, и Ноах их пустил. Пара, парами пускаем. Спрашивает Мидр Шраба, как же так? Что ему было жалко, чтобы уже у нас одна ложь была без предательства? Объясняет Пируш так, что такое пара? Что пара построена на том, что у людей разное мнение. Это главный смысл того, что их пара. Даже в отрицательном смысле, что-то вот такое ложь захочет совгать, предательство скажет, нет, ну слушай, ну не в такой степени. Предательство что-то такое захочет, сполнишь, ложь скажет, нет, вот это нет, это без меня. Даже в отрицательном смысле, то, что люди разные, они удерживают друг друга. Самое главное, что пара позволяет увидеть разные стороны. Увидеть разное. Я вижу вот это. Он видит вообще иначе. Да, слава богу, вообще иначе. Он видит ту самую другую сторону. Если я смогу хоть немножечко расширить взгляд и посмотреть на эти обе стороны, то у меня есть какой-то шанс увидеть что-то приближающееся к целому. Увидеть что-то, что мне хоть как-то даст возможность сделать правильный вывод. Кстати, Рав Микоцк, я это не помню написала, нет? Рав Микоцк написал, что у этой парочки потом ребенок родился. Рав Микоцк, я написал, что у этой парочки родился ребенок, назвали политик. Другими словами, любые споры, любые обсуждения мы считаем абсолютно чем-то положительным. То есть с этим мы не только не хотим бороться, это мы хотим максимально поощрять. Это важная, замечательная часть общения. То есть спор мы формулируем как продуктивное обсуждение ситуации. Если спор переходит во что-то болезненное, во что-то тяжелое, во что-то, где мне очень трудно и очень не хочется находиться, то мне нужно спросить вопрос себя, что меня туда ведет, что меня дотянет. точно не то, что мы люди разные и точно не то, что он наверняка не прав, и только я одна понимаю правду. Потому что так это вообще говорить не о чем. Меня туда могут тянуть разные свои личные тяжелые качества. Меня туда может тянуть все то, что, например, в прошлый раз мы обсуждали про критику. Меня туда может тянуть то, как я привыкла в семье, как общаются. То, как я привыкла видеть мир. То, как мне трудно расширить свою картинку, расширить свои рамки. Меня туда может тянуть то, что мы сегодня говорили, например, что мне очень трудно выйти из своих привычек. Меня туда может тянуть то, что я тяжело очень переживаю соревнования или тяжело переживаю необходимость контроля. Или наоборот, я так легко чувствую, что я поддаюсь под чужой контроль, я так легко чувствую, что я поддаюсь под чужое мнение, что я на всякий случай становлюсь в защитную позицию заранее, сразу. Но это всё связано со мной. Это всё связано никак не с темой спора. Окей. Теперь. Очень многие люди так боятся конфликтов, потому ли, что они себе именно вот так представляют идеальную жизнь, что в идеальном случае жизнь обязательно должна быть вне всяких конфликтов. А если у них начались в семье конфликты, значит, всё, семья уже испортилась, сломалась, и смысла нет никакого. Потому ли, что они не умеют в этих конфликтах себя вести и чувствуют, что сразу срываются и теряют человеческий облик. Потому ли, что у них дома конфликты были очень страшные, и им кажется, что любой конфликт должен перетечь в какой-то страшный, болезненный, некрасивый скандал. Но по разным-разным причинам очень много людей на всякий случай страшно боятся конфликтов, избегают их любым способом, и им кажется, что именно если вот у нас там неделя, месяц, год прошло вообще без конфликтов, вот это показатель, что в семье всё хорошо. К сожалению, чаще всего такая бесконфликтная жизнь в реальности выражается в том, что всё, что нужно было обсудить, всё, о чём нужно было поговорить, всё, что нужно было как-то переработать, оно просто замалчивается и затаскивается под ковёр, и опять под ковёр, и опять под ковёр, и опять под ковёр. Я вам рассказывала пример про крокодила под ковром. Есть такой чудный пример, что представьте себе людей, которые живут в комнате, а под ковром у них лежит огромный крокодил. Причём этот крокодил, он голодный, его всё время ещё и подкармливают, он ещё и растёт. И иногда из-под ковра высовывается лапа, иногда хвост, иногда морда. И постепенно крокодил набирает такой размер, что он сожирает всех, кто в комнате живёт. Но люди накрывают его ковром и делают вид, что под ковром никого нет, и так и продолжают. И для крокодила это счастливая ситуация, на самом деле. Потому что из-за того, что его типа не видят, из-за того, что все играют в то, что его там нет, с ним никто не борется. То есть ему полное раздолье. Если вы чувствуете, что от вашего страха перед конфликтом семья замечательно пришла к тому, что она совершенно не конфликтует, очень важно себя проверить. Мы не конфликтуем или мы не общаемся? Мы не конфликтуем или мы не обсуждаем? Что мы делаем, когда у нас есть действительно сложная тема? Мы её тихонько решаем самостоятельно? Или тихонько откладываем, если её самостоятельно решить невозможно? Только чтобы не войти в конфликт в принципе? Это очень-очень непростая тема. То есть я знаю очень много пар, в которых кто-то из пары искренне верит, что конфликт – это плохо в любом случае априори. И да, лучше ни о чём не говорить, и да, лучше не общаться. И последствия, они, ну, очевидно, никогда не бывают хорошими, никогда не бывают здоровыми. Вопрос, как сделать, чтобы семья могла… Вот скажем, я нахожусь в такой семье или я нахожусь в таких отношениях, это не обязательно с мужем, это может быть с любым близким человеком, что мы дошли до какой-то такой точки, когда мы боимся обсуждать вещи. Например, пару раз мы вещи обсуждать пытались, и каждый раз, когда мнение звучало не так, как я бы хотела, я реагировала критикой. Ну, вот то, что мы обсуждали в прошлый раз, помните? Я реагировала так, что человек себя чувствовал униженным, я ее перебивала. Помните, когда мы говорили про общение, мы говорили о разнице восприятия мужчины и женщины, что женщина, она думает, что её очень хорошо слушают, если всё время кивают, там что-нибудь, звуки издают разные, поддакивают, как им… Мужчины в большинстве своём чувствуют, что их хорошо слушают, как раз если их не перебивают. То есть мужчины действительно чувствуют, что его хорошо слушают, опять в большинстве случаев, когда, скажем, он видит внимание, он видит, что его действительно срочно слушают, но чем меньше перебивают, тем лучше. Проблема, кто в момент этого самого разговора вообще соло играет. Например, знаете, у нас сейчас не тема нашего разговора, но есть очень много реакций. Со мной вот уже, например, делятся, мне уже что-то рассказывают, как я реагирую. Например, есть такой классический вид реакции. Ну, я уже сейчас не говорю про критику и про ту жену, которая только она точно знает, как надо было себя вести, и сейчас она ему это всё точно-точно объяснит. Но вот, например, женщины, которые абсолютно уверены, что правильная реакция – это посочувствовать очень эмоционально и доказать, что они правильно поняли, рассказав, как такая же история была в её жизни тоже. У тебя болит... Как у меня сегодня весь день болела голова. С тобой такое было. Слушай, ты знаешь, я знаю, у меня на работе есть одна сотрудница. Вот точно такая история, но намного хуже. На самом деле, даже женщин очень мало, которые это могут выдержать. Я уже не говорю про мужчин. Даже женщин, которые могут такое выдержать, очень мало. Это очень обидно. Это совершенно не помогает почувствовать, что тебя поняли. Это помогает почувствовать, что кто-то тянет одеяло на себя. И всё. Теперь тем или иным способом мы добились, что разговаривать трудно. Если я знаю, что любое обсуждение в моей семье заканчивается спором... Вообще-то интересный вопрос, очень важный вопрос. Как мы ссоримся? Вот представьте, что у вас было бы сейчас время, была бы сейчас бумажка, была бы сейчас ручка. Я попросила бы вас написать буквально 5-10 пунктов, как вы ссоритесь. Вы можете сейчас быстренько прикинуть, что бы в этих пунктах было? 5-10 пунктов, как вы ссоритесь, с чего начинается, что потом, как продолжается. Я думаю, я не удивлю многих, кто здесь находится. Это трудное задание. При всей примитивности очень трудное задание. Большинство людей представления не имеют, как они ссорятся. большинство людей умудряются ссориться спонтанно, абсолютно не врубаясь, как именно они это делают, на полном автомате. На самом деле, это очень полезное задание. Например, если я выясняю про себя, что ссора начинается с того, что у нас есть какое-то разногласие, мы пытаемся про него поговорить, очень быстро это переходит на высокие этапы. И потом часа полтора мы вспоминаем, как именно в прошлом году, 10 лет назад, а также в начале нашей жизни, было то же самое. то если я хочу начать вещи обсуждать, если я хочу начать о вещах говорить, это значит, что я должна научиться. Например, я должна договориться сначала сама с собой, а потом и с мужем. Я должна договориться о том, что нам нужно обсудить такую-такую-то проблему. Помните то, как мы говорили об общении? Место, время, тра-ля-ля. Берем, у нас есть, вот все, что мы говорили, это очень подойдет, но здесь будет очень важно договориться о том, что, а, это общение будет очень ограничено по времени изначально. То, что люди очень боятся, особенно мужчины, то, чего очень боятся, что как только начнется обсуждение, неважно какое, неважно чего, оно не кончится никогда. для этого я должна себя проверить, когда я иду что-то обсуждать. Я действительно иду обсуждать или моя задача это как бы так изложить материал, чтобы этот понял, как правильно. Насколько процентов я допускаю, что мнение другого человека, оно может изменить мое? по-любому вопрос. Нужно для начала сама с собой решить, мы идем это обсуждать или мы не идем это обсуждать. Потому что сказать, например, мужу, мне нужно с тобой обсудить такую-то, такую-то тему, при том, что я сама с собой честно знаю, что шансов, что я свое мнение поменяю, ноль, ну или там один. Это не называется обсудить. Это декларировать, это убедить, это высказать. Надо так честно сказать, смотри, есть такая-то проблема, у меня есть на нее своя точка зрения, я хочу тебе ее объяснить. Как минимум, это будет честно. Теперь, когда человек знает, что то, что сейчас идет произойти, я высказываю свою точку зрения, это не будет причиной для конфликта, что у него точка зрения другая. Я же сразу сказала, что я не собираюсь ничего обсуждать, просто рассказываю, как я это вижу. Если я хочу что-то обсудить, если я хочу что-то действительно, чтобы мы пришли к какому-то консенсу, то я должна для начала договориться с собой. Страшно сказать, но в идеале это должно быть 50%, что у него тоже есть какая-то своя точка зрения, ее нужно принять в этой жизни. И эти 50%, они не... Понятно, что в каждой семье есть зоны профессионализма. Понятно, что есть зоны профессионализма жены, есть зоны профессионализма мужа, в каждой семье, наверное, есть зоны, которые даже мы не обговариваем. Мало женщин вмешиваются в то, какие именно там инструменты и эти, как они, дрели, я не знаю, там гвозди, что у них есть. Там мужья покупают. При этом есть огромное количество вещей, в которых наш профессионализм, часто не совсем профессионализм, а не умение допустить другую точку зрения. Почти каждый человек, вне зависимости от реальных знаний, абсолютно убежден, что он суперпрофессионал в, например, семейных отношениях и отношениях между людьми, в денежных вопросах и воспитания детей. Если вы остановите любого человека на улице, причем это может быть совершенно несостоявшийся одинокий бомж, но если он вам скажет, вот действительно, что у него в глубине души, в глубине души, что человечество сильно упустило, что не знает, с кем посоветоваться для решения всех общечеловеческих проблем. А мужчины, кроме этого, женщины не всегда, а мужчины почти все, кроме этого, еще великие специалисты, еще в двух областях, они уверены, что они намного лучше политиков понимают в политике, и, естественно, спорт. Большинство мужчин точное понимание, что только они знают, как там все должно было проистекать. То есть в этом смысле мы как раз поскромнее. Очень многие женщины не до конца убеждены, что они лучше всех президентов понимают в политике. Ну, пока они прочитают первую статью в газете, тут сразу начинают понимать все. То есть очень часто те области жизни семейной, в которой мы убеждены, что мы понимаем, это из той же серии. Ну, понятно, что я знаю, как с деньгами. Ну, понятно, что он не знает. Понятно, что я лучше понимаю, как с деньгами. Почему это мне так понятно? Ну, потому что мне это очевидно. Что там обсуждать-то? Прикольно, что ему это тоже примерно так же понятно. То есть, когда я иду что-то обсуждать, а, договориться сама с собой, что у меня в этой семье есть два взрослых, у каждой взрослой имеет право на свою точку зрения, только увидев обе точки зрения, можно хоть к чему-то прийти и хотя бы полюбопытствовать вот этой второй точкой зрения. Договориться сразу об ограниченности времени на обсуждение тяжелой проблемы, причем ограниченность должна быть очень честной. Например, мы договорились, что мы это обсуждаем 10 минут. И в конце 10 минут мы нифига не договорились, мы только открыли какие-то темы. Мы сегодня закончили, значит, мы там через час, завтра, через неделю, когда будем оба готовы. На самом деле, скорее всего, это принесет только пользу. Во-первых, так легче доверять, а во-вторых, если тема такая сложная, что ее невозможно договорить за 10 минут, будет очень хорошо, если мы еще сами с собой наедине это поварим, подумаем, подумаем о другой точке зрения и так далее, чем сейчас на полном автомате. Помните, то, что вы говорили, когда говорили про общение, человек не может одновременно говорить и думать. Значит, сейчас, когда моя вот такая внутренняя задача высказаться и рассказать свою точку зрения, действительно проанализировать то, что он сказал, действительно об этом подумать, действительно, ну, знаете, как очень часто у вас было такое, наверняка, начинается какой-то конфликт, и вот у нас уже куда-то заносит, и мы уже все такие грустные, все такие уже обиженные, и вообще никто меня не понимает, никто меня не любит, и уже забралась на такое высокое дерево. Потом проходит какое-то время, начинаешь думать, понимаешь, вообще на самом деле там ничего такого не было, и вообще вполне можно понять, и да, и да, можно так посмотреть, да, можно так посмотреть. Потому что у меня вот сейчас есть возможность думать. Поэтому, если мы не закончили, ничего страшного, ничего гастрофического, может быть наоборот очень хорошо. Теперь, я тут у нас есть всякие эмоции, да, которые нам мешают, кроме вот невозможности думать. Я в двух словах хотела все-таки остановиться на гневе. Понятно, что люди, которые очень заводятся быстро, и люди, которые очень эмоциональные, и которые очень быстро сердятся, и их быстро крышу сносят, им намного тяжелее оказываться в конфликтной ситуации. Или с ними намного тяжелее оказываться в конфликтной ситуации. А если мы помним, что конфликт или несогласие, или спор, он настолько положительно необходим. А какой спор с человеком, который тут же сердится, кричит? Есть несколько разных вещей. Первое. Гнев – это объективно плохо. Гнев – это одно из качеств, про которых еврейская традиция его считает объективно плохим, качеством, которым просто нужно работать, чтобы им управлять. То есть, на самом деле, вся эта история про человек или животное, животное или человек, в конце концов, в нас определяется только одной вещью. Я управляю собой, я веду себя как человек, мной управляет нечто во мне, я веду себя как животное. Если гнев управляет человеком не так, как человек хотел бы проявиться, а так, как этого хочет гнев, это чисто животное проявление, с точки зрения ядута действительно недопустимо. Есть для пары, для пары очень, для самого человека, который чувствует, что он гневается, есть несколько идей, которые, возможно, могут помочь. Во-первых, есть замечательная книжка, древняя, еврейская, по работе с гневом, называется Эр-Хапаем, очень классическая еврейская литература по поводу работы с гневом. Как называется? Эр-Хапаем. Эр-Хапаем. Что за Апаем? Эр-Хапаем это словосочетание, которое значит что-то долготерпеливое, типа наоборот гневом. Как Всевышний, мы делаем хулигалем, хулигалем, хулиганем, а он Эр-Хапаем, а он не наказывает сразу, а он Мари-Хапону. То есть дословный перевод, Аф это гнев на самом деле, дословный перевод должен быть длинный гнев. Но смысловой перевод это долготерпение. Теперь то, что в частности там написано, что человек обязательно должен вообще теоретически понимать разрушительность гнева, действительно проверить себя, что он понимает, что гнев это не просто игры или как современная, ну уже не современная, современной психологии этого уже нет, но скажем, психология 60-х, 70-х выдвигала идею, что не дай бог, человек не должен ничего в себе держать, ничего в себе сдерживать, и чего-то накипело, сразу нужно срочно вылить, сразу срочно нужно выхлезнуть, ой, что оно сделает, если оно внутри останется. Поэтому неважно, все, что накипело, все выплескивай, выливай, и пусть они разбираются с тем, что на них вылил. Ни один серьезный специалист последние уже 20 лет так никому не скажет. Понятно, что это на самом деле элементарно, и, к сожалению, опытом показалось, что это не человеческая, невозможная дорога. На самом деле распускать себя и вести себя абсолютно как левая пятка захотела, это выяснилось, что это дорога к всяким сложным психиатрическим изменениям при определенных видах личности. То есть есть некая граница. Вот здесь нормальный человек, есть некая граница, и здесь человек очень нездоровый. На самом деле огромное количество видов личности могут держать себя при определенном навыке работы с собой даже при изменении личностном. В рамках вполне нормальности. но при вот этом вот отпустив себя, при распустив себя, человек скатывается. Определенные виды людей скатываются очень быстро, очень трагично, и в любом случае ничего хорошего это не дает. Человеку во-вторых очень важно изучить свой личный гнев. То есть как мой личный гнев работает, как он начинается, как он проявляется. Помните, как я, например, только что говорила, что там 10 пунктов, как я ссорюсь. 10 пунктов, как я завожусь, с чего это начинается, как я это чувствую в теле, как у меня изменяется дыхание, как у меня изменяется взгляд, как у меня мысли начинают лететь, как я это ощущаю, как я это чувствую. Это вообще любая эмоция, чем она больше изучена, тем легче ее управлять. Чем меньше она изучена, тем тяжелее ее управлять. В Торе есть замечательный пример, когда Яков боролся с Ангелом и Сава, то Ангел и Сава побеждал и уже ранил Якова в гида на шее и в эту вжилу такую сверху ноги, которая. Вдруг Яков спрашивает его вопрос о Геднале Шмеха. Скажи мне, как тебя зовут? Скажи, как тебя зовут? И на этот простой вопрос Ангел и Сава начинают юлить, зачем тебе мое имя, траля-ля-ля, бабах, избегает. И Яков победил. Боролись, 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 боролись. Ничего Яков не мог с ним сделать, пока не спросил один вопрос, скажи мне твоим имя. И победил этим. Есть Мифашим, которые объясняют так, что Ангел и Сава да, Ецарара. Ангел и Сава одно из моментов Ецарара. Вот наше злое начало, наши дурные качества. Больше, как они нами управляют? Нам управляют, когда мы их не можем определить, когда мы их не можем сформулировать, когда мы не знаем их имени. Что-то со мной произошло, на меня как накатило, и что я мог сделать? Накатило. Когда накатило, я ничего сделать не могу. Когда я знаю, что это со мной происходит, что это за вещи, как с ними работать, кто это, как их зовут, то я могу ими управлять. Как только я могу вещи формулировать, я могу ими управлять. Поэтому, в первую очередь, свой личный гнев надо изучить, найти способ, что мне помогает. Например, в Эрахапаем, ну, сейчас, давайте, второе, дыхание. При том, что у каждого гнев свой, есть какие-то общие вещи про гнев. Чаще всего у большинства людей, на иврите второе слово, как называется, гнев, это аф. Аф. Как люди гневают? Как крылья носа летают прямо так, да? Чаще всего при гневе, абсолютно у большинства людей при гневе дыхание частое, поверхностное, очень часто носом. Соответственно, это короткое такое, на самом деле, вы можете попробовать, вот если небольшое время, вот так, минут пять, вот так, лежать, вообще, классно можно почувствовать, как ты начинаешь злиться. Другими словами, для того, чтобы с гневом справиться, очень хорошо потренироваться, ну, грубо говоря, дышать наоборот. Подышать глубоко, медленно, лучше ртом, или хотя бы вдох носом, выдох ртом. Мы же здесь не только душа, там здесь душа и тело, то есть можно просто, если я могу ловить, как мой гнев работает, я могу хотя бы технически для начала его тормознуть. Считается, что больше 85% проявления гнева в первые пять, максимум 15 минут. То есть самый крутой, самый сильный гнев, самое такое, сильное проявление первые пять, максимум 15 минут. То, что советуют Эра Хапаем, это занять это время. Например, Эра Хапаем приводит такой знаменитый пример, например, договориться с собой, что я обязательно буду скандалить, ругаться, гневаться, обязательно, но только в определенной одежде. Но только в определенной одежде. И эту одежду куда-нибудь убрать подальше. То есть расчет должен быть такой, чтобы придумать для себя какой-то тормоз на первых 5-15 минут. Обязательно. Сейчас я тебе все выскажу, вот пойду переоденусь и все выскажу. И эту рубашку куда-нибудь так засунуть, чтобы взяло 5-15 минут, пока ее найдешь. А то у некоторых аккуратных женщин может несколько секунд здесь. Это не то. Был один рафкоин такой в Иерусалиме лет 60 назад. Его считали очень-очень спокойным человеком. А известно, что колено Куаним, они такие взрывные. Это такая базистость, это такая общая проблема Куаним. Всю историю еврейского народа, что у них с гневом большие проблемы. Написано, да, в наших Микурот написано. А он был коин, но очень-очень спокойный. Его как-то спросили, как это так, что он коин, такой спокойный. Он говорит, что я спокойный. Да вы что, я супер гневливый. Я такой вообще скандалист жуть. А я говорю, как же так, как же вы справляетесь? Он говорит, а я вот работаю много лет, уже лет 50 работаю как раз по этой книжке, по Эрехапаем. Я улучшил. Он говорит, в каком смысле? Понимаете, вот там написано, что гневаться только в какой-то определенной одежде и ее припрятать немножко, чтобы взяло время ее найти. А я свою, а я гневаюсь только в строго определенной одежде, которую я выкину. он лучше. На самом деле, выкинуть эту одежду не всегда сработает, но, скажем, очень хорошо помогает, например, скандалить, например, не начинать разборку, пока не бежишь три раза вокруг дома. То есть мы обязательно по скандалям, но сначала мне нужно набраться сил, так хорошо. В общем, я здесь привожу, есть на самом деле очень много примеров, я привожу здесь на очень хорошо работающий пример представить, что видишь происходящее со стороны и немножко выйти из ситуации. Как будто я, ну, ссориться, страстно, с огоньком, скандалить, все, но одновременно представлять, что ты зритель, который это все видит на экране. Дети очень хорошо помогают в этом смысле. Я знаю несколько историй, когда дети подкрадывались и снимали. Причем обычно родителям даже не нужно было смотреть съемку. Обычно сам факт ребенка, который стоит и снимает, было совершенно достаточно. Да. Было абсолютно too much. Полное, совершенное, достаточно. А факт в том, что особенно, если это семья с детьми, что от того, что я не вижу ребенка, который снимает, это абсолютно не говорит о том, что дети не видят и не слышат. Дети чаще всего все на самом деле видят и все слышат, но проблема, что то, как они себе это объясняют, и того, комментария они на это дают, мы даже представить не можем. И то, как они это там принимают на себя, и как они это себе понимают и тому подобное. Теперь, не менее важно и не менее, к сожалению, проблематично, сколько того, как мы ссоримся, то, как мы миримся. Потому что очевидно, что при всей важности ссоры самое главное – это продолжение. Самое главное – это продолжать жизнь. Самое главное – это помириться. Это примерно как с шувой. Когда человек делает шуву. Еврей делает шуву. Нам в тысячу раз важнее, важнее Каббала-Ла-Атид, нам в тысячу раз важнее, куда он пойдет после этой шувы, чем то, за что именно он сделал шуву. То есть, шува построена именно на идее, что будет дальше, что будет завтра, какие выводы я из всего этого делаю, куда я иду дальше с этим, помирившись с Всевышним, чем в битье себя коленками в грудь, самокопание и долгом-долгом разбирательстве, как же я когда-то такое мог натворить. То есть, да, важно понять, что я сделала, но не ради того, чтобы себя съесть и покусать, а ради того, чтобы понять, как бы мне завтра так не сделать. Только ради завтра. Поэтому ясно, что мириться значительно важнее, чем ссориться. И это трудно объяснить, но навык мириться в большинстве семей отсутствует еще хуже, чем навык ссориться. То есть, если с каким-то большим усилием написать 5-10 пунктов, как мы ссоримся, люди еще делают, написать 5-10 пунктов, как мы миримся, большому количеству семей еще сложнее. Хотя понятно, что это самое главное. Теперь я в книжке на странице 110 написала такую инструкцию о нашей технике безопасности, как ссориться и как мириться. И я бы хотела немножко объяснить. Первое. Ссориться локально. За один раз одна проблема. Очень важное правило. То, что мы начинаем, не дай бог, часто делать это, прибавлять еще вот то, еще это и так далее. Тогда вообще этого нет конца и невозможно это. И просто получается такое сотрясание воздуха. Второе. Единство времени и места. Не переносить ссору с места на место. Не ходить. Скажем, кто-то уже чувствует, что все, он больше не может. И говорит, все, закончили, я пойду, выйду. А за ним следом идет жналить. Нет, я не договорила. Нет, давай еще с тобой по этому поводу поговорим. Да, не тянуть долго, но сели, поссорили, законили то, что мы говорили. Не вспоминать ни про прошлый раз, не вносить в ссору никаких дополнительных тем. Не возвращаться к тем, по которым уже ссорились и помирились. Установить границы. Установить границы это вот тоже относительно гнева. Кроме того, что сам человек должен работать над тем, как не гневаться, Бен Зук должен точно решить для себя, где допустимые для него границы, как себя с ним можно вести. И я уверена в этом на 100%. У меня огромное количество примеров по этому поводу живых, что ни с одним человеком не ведут себя так, как он по-настоящему убежден, что вести себя с ним так невозможно. Есть женщины, на которых никогда в жизни никто не поднял руку. Есть огромное количество женщин, которые ни одному мужчине в голову не понимают, что у него можно поднять руку. И есть женщины, которых бьют. Есть женщины, с которыми говорят какими-то совершенно ужасными словами. Есть женщины, которые очень болезненно думают по поводу слова «дурак». Я не хочу сказать, что это хорошее слово, но мне просто тяжело приводить более тяжелые примеры. И это зависит не от того, кто напротив. Это зависит только от наших личных границ. «Если в моей жизни есть что-то, что происходит, что я считаю неприемлемым, мне надо очень хорошо проверить, где мои личные границы». Я помню замечательную историю, как приходит семья, и жена возмущенно говорит, что мы ссорились, и муж взял и разбил тарелку. Это совершенно неприемлемо. Что за битье посуды? Это неприемлемо. Этого не должно быть, не может быть. И я ее спрашиваю, как вы отреагировали? И она говорит, я ему сказала, сейчас же подмети. Я ее спросила, как он себя повел? Говорит, да, подметил. То есть, на самом деле, ее граница была, это чтобы он за собой убирал. И он, честно, убирал. Понимаете, в чем дело? Если ей действительно мешало битье посуды, она должна была с ним говорить про битье посуды, что это неприемлемо. А ее реакция была, подмети. И он подметил. Я ее спросила, скажите, просто уже было, что он бил посуду? Она говорит, да. А я говорю, было, что он не подметал? Он говорит, ни разу. То, что человеку важно, оно работает. Нужно проверить с собой, что действительно мне важно. У ссоры тебе намного, очень-очень важно для ссоры установить границы. Очень важно изначально договориться границы ссоры, что мы говорим, что мы делаем и так далее. Слова, какие допустимы, какие недопустимы и так далее. Теперь, очень важное правило, которое огромное количество людей терпеть не могут, не ложиться спать, не помирившись. Правило золотое, его приводит Раф Диамант, его приводят еще более древние еврейские источники. Самое опасное, что может быть ссоры, что она может затянуться на неизвестное время. Не дай бог, люди там не разговаривают, не дай бог, днями, неделями, неизвестно, сколько дуются друг на друга, это продолжается и продолжается. очень помогает, очень полезно вести рамку, не ложиться спать, не помирившись. На самом деле, в этом есть очень много аллахических как раз проблем, ложиться спать, не помирившись, но это сейчас не время и не место. Еврейская аллахия изначально это очень большая проблема. И теперь люди устали, хотят спать, завтра на работу и так далее. Прекрасно, миритесь, помиритесь и спать на работу. Самое-самое важное это мириться и прощать. Не стесняться мириться первым. Есть вещи, которые нам очень трудно. Есть люди, которым трудно просить извинения. Обратите внимание, например, не дай бог, мама и папа поссорились. Теперь что-то там случилось, поссорились они при детях, еще очень многие родители любят, не дай бог, ссориться на основе детей. Как ты с ним говоришь, что ты делаешь. На самом деле, мама с папой, понятно, ясно, когда-то помирились. Ну, кроме тех мамы и папы, которым так трудно мириться, что они ждут, когда оно само как-нибудь. Но все-таки, скажем, это такие нормативные люди, они как-то там помирились и как-то друг у друга прощения попросили. Это они, скорее всего, сделали не при детях. Это они, скорее всего, сделали где-то там, закрывшись в комнате. У детей остается картинка, что быть мамой и папой, это оскорблять можно, ссориться можно. Мириться не нужно, просить прощения не нужно. Вообще, это поразительно, но бывает, что то, что человек не попросил прощения, обижает значительно больше, чем сама причина оскорбления. То есть, я и готова понять, что то, что он сказал, он ошибся, не подумал, брякнул, но то, что он не просит прощения, это как будто, или то, что она не просит прощения, это как будто говорит человеку, что значит так и думай, значит это всерьез. Проблема, что это самое просить прощения, как мы его просим, каким тоном, да, с каким усилием. Я не знаю, там сотню раз сталкивалась, что сидит семья, и муж или жена говорят, не, ну, конечно, я бы просила прощения, конечно, я бы просила прощения. и демонстрирую, например, он ее при людях обидел в какой-то компании, что-то такое, как-то ее унизил, как-то тупо выставил, и когда она ему это там все высказ, то он ей наедине говорит, да ладно, ты права, права, ошибся. Он с его точки зрения прекрасно попросил прощения. Обидел он ее при людях, вполне себе с огоньком, а когда он просил у нее прощения, то вы говорите, есть такой древний еврейский анекдот по поводу того, что в одном местечке Кантер обидел Рава. И Рав очень расширился, и был Бейдзин, и суд велел Кантеру попросить у Рава прощения. И это был большой шаббат, и очень много людей собралось, вы представляете, там же не было ни телевидения, ни радио, ничего, какое-то развлечение. Огромное количество людей собралось слушать, как Кантер будет просить Рава прощения. Вышел Кантер на Абима, и своим таким голосом с прекрасными модуляциями спел, ему прямо на бумажке написали, что он должен сказать. Я обидел Рава, я прошу Рава прощения. И он говорит, я обидел Рава, я прошу Рава прощения. Да, помню, в Советской России был замечательный анекдот, как Голдемейр приехала в Россию, по краям дороги поставили евреев с плакатами, и они должны были скандировать Голдемейр, мы не едем. И евреи стояли по краям дороги, скандировали Голдемейр, мы не едем. И когда их посадили, то их посадили не за нацию, а за интонацию. А на самом деле тоже происходит, когда мы просим прощения, с каким чувством мы просим прощения, с какой интонацией. И понятно, что никто не хочет специально обидеть. Мы даже не обязательно играем в Кантера. Но это и так неудобно, это какая-то ситуация. Просит прощения тот, кто более мудрый, просит прощения тот, кто более развит. Тот, кто может это сделать, это, конечно, показатель взрослости. И последнее, что я хочу сказать, пишет Рамбом в Ходшува в Перекбет, что одно из главных отличий евреев от нехороших, определенные были такие характерные, нехорошие уже сегодня исчезнувшие народы, в том, что евреи умеют прощать от всего сердца. Во-первых, умеют прощать, а во-вторых, делать от всего сердца. То есть не держат зло, не копят, не ищут как бы не простить. А как раз вот такое внутреннее качество еврея, это радоваться, что я могу простить и искать возможности прости без Раташем, чтобы у нас у всех мы справились с тем, чтобы почувствовать в себе это классическое, характерное еврейское качество, развили его, и оно было ведущим в наших отношениях.